друзья всем привет играем тестовый турнир новый там нужно сопроводить три транспорт не транспортных корабля до точки эвакуации по центру карты у нас имеется флаг который нужно захватить и дальше с этого флага будет транспортник который ездит по земле его нужно сопроводить до базы после это транспортник должен он автоматическом режиме приедет на одну из точек и дальше он превратится в морской транспортник вот если вы видите справа от казарм такие вот два крана то есть оттуда и будет появляться морской транспортник то есть вам для начала надо захватить флаг удерживать какое-то время после оттуда появляется надземный транспортник его нужно сопроводить до базы и дальше если транспортник наземный уцелел то он превращается в морской и также морской транспортник нужно доставить до точки эвакуации на карте если брать мою базу то слева вверху будут точки транспортник нужно с их ну сопроводить до них видите шкала у нас есть 0 из 3 то есть нам нужно просто доставить три транспортника и в данном турнире будет активно участвовать как наземная армия так и морская заметил не одну особенность здесь ну и я вам сейчас ее не покажу может покажу получается расстояние штабов здесь как будто изменили крайне менее за сопрового как будто переместили мы можем не так кажется но но и так присмотрелся за конфедерацию вроде бы больше клеток есть с одного строя двора в море для постройки так здесь я просто нету засвета у меня поэтому я не смог поставить верь на самом деле можно с одной верфи в море выйти я думаю что нельзя но самом деле можно с одной верфи в море выйти просто нужен за свет либо вышку поставить либо туда пехотинца подвести чтобы он засветил оставшиеся туман войны так ставим мы сейчас верфь получается в море тоже есть контейнеры по 150 ресурсов каждом из них ставлю я морскую установку на самом деле думал сильный оппонент он сколько уже играл турниров насчет мне не везет дают слабых в общем видите вот транспортник едет с флагом вот мы удерживали флаг какое-то время появился наземный транспортник его нужно эвакуировать до своей базы вот данный круг он сам автоматически приедет и после он превратится уже в морской транспортник кстати возможно ставлю момент со второго боя получается вот эту точку можно заблокировать и транспортники могут остаться в том месте никуда не двигаться так что когда будете застраиваться будьте внимательны и там верфи или торпеды очень близко к этому выходу не ставьте потому что транспортники просто не будет передвигаться они будут заблокированы собственно друзья вот тот самый момент это другой бой я решил проверить можно ли таким вот образом заглушить как-то сломать игру то есть при переградить путь транспортникам да видите они не могут ничего делать и приходится вдруг у вас такая ситуация будет вам придется ломать здание чтобы транспортники могли проехать собираем ящики друзья по морю сожалению оппоненты слабые дают не могу я вам показать всю ту эпичность которая могла бы происходить данном турнире сожалению я не сразу первый бой который я играл его записываю нет уже несколько бойцов сыграл и до этого предыдущий турнир 5 боев уже играл или 6 но нету полноценных соперников всех я очень легко выношу в основном дают слабеньких игроков 16 ранга несколько восемнадцатых было ну и 17 ни о чем так 150 ресурсов в каждом контейнере на суше по моему тоже я не обратил внимание ну здесь ограничены так скажем цифры я не знаю карточку менее влияют на это на эти контейнеры или нет мне кажется нет так парень здесь вообще только решил выйти в море на самом деле себя не затупил сразу проверил эту возможность выхода море с одного центра строй двора то я бы уже давно был мог зарашить кайманами здесь очень удобно то что возле флага можно располагать получается морскими юнитами теми же аллигаторами прикрывать флаг либо же дельты дельтами да можно если вы держите флаг либо же кайманами здесь видите атака я поздно заметил здесь вот таким вот образом можно отправлять армию который у вас возможно будет будете вы делаете или нет так же можно здесь не знаю стрекоз делать циклонов короче разнообразность тактики велика так первый транспортник видите мы вот сверху на мини карте моргают получается указатели вот транспортники должны эвакуируется в ту точку то есть для меня я вижу куда появляются эти точки моргают куда нужно эвакуировать а если соперник заберет транспортник то я не буду видеть его то есть только тот кто эвакуирует транспортник тут и видит точку эвакуации транспортники кстати достаточно крепкие это не те транспортники которые в турнире который был прошлый я не помню его название в общем прошлом турнире транспортники намного были ватнее такое ощущение сейчас они стали покрепче даже на голде я не могу пробить его да кстати насчет бустов писать мне не надо что я там галдел это тестовый турнир режим типа как тренировка после боя вам бустые возвращаются поэтому я могу переключать бусты какие хочу здесь нападение дельты на мой транспортник интересно было бы посмотреть если бы он был убил он бы забрал одно очко себе или ничего бы не произошло просто бы отсрочил мою победу допустим кстати интересно посмотреть что было бы в этом случае так транспорте почти добрался до точки эвакуации здесь у меня уже есть две версии аллигаторов кстати вам будет делать викингов но викинги у него я как понял не прокаченные ставлю пушку сами знаете сейчас эра дельта раша и сопротивлению надо быть очень внимательно потому что если вы профукаете так скажем атаку дельтами не не заметите то уже поздно будет строить пушки и стрелки вам тоже не помогут здесь он пытался нажать флаг да у него получилось но как видите морская армия может легко держать данный проход и не дать возможности его захватить вообще никак то есть если вы его упустили то скорее всего вы его упустили вам уже надо будет как-то стараться выбивать транспортник именно с моря друзья так ведь у меня уже одно то есть один транспортник я уже доставил из трех и сейчас ждем нового транспортника то есть тут можно как и транспортники эвакуировать можно и базу сносить оппоненту ведь у него тоже экраны параллельно точнее линия горизонтально моей то есть расположена зеркально можем так сказать появление данных транспортников и их можно прям при появлении и уничтожать на самом деле не не могу представить как можно было посмотреть этот бой с более сильным оппонентом но мне кажется эта карта сама карта больше для сопротивления именно в плане удержания флага тут кусты есть различные и можно неожиданными отрядами просто копить армию в кустах и одной массированной группировкой нападать и выносить армию конфедерата это все нужно тестить более сильным оппонентом но к сожалению таких нету в тесте мне не дают сильных не знаю чем это связано кстати можно здесь минировать проезда для транспортника я так хотел сделать но походу не угадал с точкой куда он поедет возможно я ему испортил путь а возможно и нет надо было чуть выше брать я могу транспортник принципе подорвать прям на мини собираем аллигаторов к сожалению у него даже викинги не прокаченные то есть полная доминация с моей стороны здесь вот видите включаем морской удар и вся наземка которая попробует захватить флаг она будет уничтожена вашим морским флотом точнее ну просто флотом простите эту автологию и делитесь в куски отрываем от его викингов то есть они не прокаченные либо стоковые либо там пару опов на что то есть ну скорее всего стоковые что он даже подплыл очень близко и даже не начал стрелять скорей востоковые викинги то есть друзья видите он тоже доставил один транспортник я его не успел перехватить на море в общем суть турнира думаю понятно нужно захватить центральный флаг транспорте который с него будет появляться нужно доставить точнее сопроводить до базы дальше с базы их нужно сопроводить на море точку эвакуации вам дают три очка то есть вам нужно эвакуировать три транспортника и после этого вы получите победу здесь мой оппонент по моему вышел на этом друзья будем прощаться спасибо за просмотр всем удачи командиры пишите ваше мнение в комментарии по данного турнира всем пока